Здравствуйте, туристы и милитаристы! Сегодня у нас на кухне трек от Amara Knives И хотел бы я поговорить Как-то так случайно вышла тема разговора Про экспертов Даже, скажем, если уж у нас ножевой канал И ножевые обсуждения, ножевые тесты Про ножевых экспертов и прочее Конечно же, толчком к этому разговору Послужил вот этот вот пост Южного Креста Меня это просто позабавило, повеселило Но потом я прочитал комментарии Это был уличный тест Термита Суть в чем, кто не в курсе Суть в том, что на своей страничке ВКонтакте И в Инстаграме Южные Креста и написали Что вот так и так Про модель XL Что модель XL была На тесте У ножевого эксперта Артура Посмотрим, что там будет с Термитом Ну и я на эту тему поиронизировал Откровенно поиронизировал Так, что-то у меня сейчас Такое ощущение, что я резануть себя могу Знаете, как говорится За секунду до взрыва У меня прямо было сейчас так Вот это место Прямо почувствовал Вот Вот они, как говорится Руки эксперта Я к этому отношусь С огромной иронией На самом деле И Именно то, что там Ребята написали Мне, конечно, приятно То, что Написали Да нет, нет На самом деле Все, зашибись У тебя же столько ножей Через руки прошло И так далее И так далее Ну, я вот сейчас могу Начну, как говорится С себя любимого Потом продолжим От частного к общему На самом деле Что делает человека В принципе Экспертом В той или иной области Я могу сказать И сразу говорю Такой дисклеймер Я не напрашиваюсь На комплименты То есть я не кокетничаю С другой стороны Я себя совершенно Ну Дубовым тоже не считаю То есть здесь где-то Плюс-минус Серединка на половинку Но точно не уровень Эксперта Скажем так То есть Само по себе Слово Эксперт Причем Я совершенно Не подготовлен Сегодня К Какому-то Именно Скажем С точки зрения Вот Если мы говорим Скажем У меня не было Каких-то заготовок В голове Просто вот Сейчас мысль возникла Вот я решил На эту тему поговорить Поэтому Я совершенно Понятно Естественно Буду тупить Тормозить Повторяться И прочее Такой ППРчик Не совсем Не совсем Я знаю о чем Собственно говоря Разговор пойдет Я как-то В свое время Назвал такой вот Тупняк Фристайл Просто разговор Ни о чем Так вот На мой взгляд Эксперт Это человек Который Обладает Очень Серьезными Глубинными Как Теоретическими Так и Практическими Знаниями В какой-либо Сфере Мне нравится Ножи Безусловно Я этого не отрицаю И Да Я не буду Отрицать Того что Я делаю Обзоры Методика Моих Обзоров И тестов Это именно Человек С дивана То есть Достал нож Из коробки Посмотрел Как он режет С заводской Заточкой Удобно Неудобно Безопасно Небезопасно Лично Мне Все Очень Субъективно Но Именно Скажем Вот Все остальное То как Я делаю То есть Да Я не буду Отрицать Того Что Через мои руки Прошло там Очень много Ножей На самом деле Я думаю Что Если сказать Ну по тысячу Я не знаю Вряд ли по тысячу Но что-то Очень много Надо будет Как-нибудь посчитать Самому даже Интересно Сколько Вот Потому что Роликов Много Но не все Они во-первых Связаны с ножами Плюс Иногда На один нож Приходится Три ролика Иногда На один нож Приходится Один ролик Поэтому По-разному Бывает Ну так вот И Курочка у нас Нарезается Как вы видите Просто Шикардосно Цыпленок Сегодня Небольшой Такой Так что Весь пойдет У нас В супчик Дело в том Что Ну начнем с чего Начнем с того Что А почему так много Ножей вообще Прошло через руки Прошло через руки Все очень просто Здесь Первое Скажем Первый Компонент Вот Этого Явления Что так много Ножей Прошло Через руки Это В первую очередь Конечно же Зрительская Аудитория Которая Заинтересовывается Этими ножами И какая-то Часть зрительской Аудитории Не важно Сколько Там Один Два Человека Сто Человек Они Так Или Иначе Наверное Покупают Эти ножи То есть Любому Производителю Любому Магазину Если бы Ему было Не выгодно Мне присылать Ножики С точки зрения Обратной Материального Какого-то Эффекта Обратной Материальной Связи Никто бы Этого Просто так Не стал Делать Просто потому Что Большой дядька И его Кто-то Называет Экспертом Кстати Говоря Я уже Сказал На тесте Термита Что Очень выгодно В принципе Я понимаю Что Южный крест Хотели мне Сделать Комплимент Но С точки зрения Именно Маркетинга Я так Иронизирую Потому что Мне действительно Приятно Что люди Обо мне Хорошего мнения Но На самом деле Ведь это По большому счету Круто То есть Одно дело Когда ты Присылаешь Какому-то Бородачу В Эстонию Нож Ну он Да Он там Что-то складно Умеет разговаривать Как-то что-то там Построгал Как-то что-то там Показал Похвалил И это здорово Лестно Как говорится Ты похвалишь нож Мы похвалим тебя Все рады Все довольны Совершенно другое Дело Это когда Уже Ого-го Человек Межгалактического Уровня Эксперт 18-го Там Поколения Там Еще что-то Еще что-то Тогда уже Любое Слово Мною сказанное Положительное Оно Приобретает вес И вес Именно в первую очередь Маркетинговый То есть Действительно Ну я не знаю С чем сравнить Представьте Любого Человека Который так или иначе Известен В своей Там Отрасли И он Дает какую-то Положительную Оценку Чему бы то ни было Вот связанному С тем В чем он известен О Замутил Сам говорю И сам не до конца Понимаю О чем разговор Вот И Просто Человека Который там Я не знаю То есть Ну Стремно Если Вам Например Скажут Что вот Эти пищевые Добавки Очень круто Помогают Похудеть И накачаться Но при этом Это будет говорить Какой-нибудь Очень известный человек Но при этом Он будет жирный Например Или Ну Катастрофический Дрещебан С другой стороны Если Вы берете Какого-нибудь Качка И он скажет Слушайте На самом деле Очень Классный Протеинчик Посмотрите Какие у меня Мускулы Рекомендую Тут уже Многие Загорятся А если Мы берем Какого-нибудь Качка Который Снимается В кино Предположим И говорит Вот это Классный Протеинчик То Все уж Совсем Подорвутся Сразу Покупать Собственно Говоря Это Одна из Составляющих Рекламы Правильно Хотя На самом деле Вполне Возможно Что именно Тот самый Жиробас Он Эти протеины Разрабатывает И он Гораздо Больше Знает Ну Я не знаю Протеины Не протеины О любых Пищевых Добавках Чем Человеку Которого Какая-то Мускулатура То есть Здесь На самом Деле Я Неоднократно Говорил Почему Я могу Сказать Что я Никакой Ни в Одно Место Ни в Красную Армию Я Не Эксперт Ни в Коем Случае По Ножам Почему Потому что У меня Во-первых Отсутствует Теоретическая База Наверное Вообще То есть Знание О Сталях У меня Заканчивается На том Что 440 Вроде Как Не ржавеет Или ржавеет Хуже Чем Углеродка То есть Углеродка Быстрее ржавеет Все Когда я Говорю Ой Мне нравятся Прямые спуски Или там Как Сканди Работают По дереву И прочее Прочее Ну С одной Сороны Да Мне нравится И я могу Сказать Ну Не буду Себя Совсем Там Действительно Ниже Плинтуса Опускать Действительно У меня Какой-то Есть опыт Именно Нарезание То есть Я понимаю Что Сейчас При Заданной Толщине Клинка И При Прямых Спусках От Обуха Который Вот У меня В данный Момент Сейчас Работает Но Очень Тяжело Предположить Что Нож Будет Подкалывать Лук Там Или Что-то Пойдет Не так И прочее Но При этом Сколько Зависит От Заточки А Заточку Я Сам Не делаю Почему Опять же Потому что Я не умею Это делать Профессионально То есть Здесь Такой Момент Что Одна Из Самых Главных Составляющих Которые Должны Появляться У человека Именно Чтобы Быть Какое-то Действительно Очень Крутое Экспертное Мнение Нож Должен Быть Заточен Вручную Не Из Коробки И По Определенным Скажем Там Критериям То есть В этом Смысле Вот Если Говорить О Ножевых Каналах О Ножевых Блогерах Обзорщиках Это Безусловно Руслан Кьясов В первую Очередь То есть Действительно Человек Который Познал Весь Дзен Заточки Он Понимает О чем Говорит Он Понимает Свойства Сталей И Он Для того Чтобы Протестировать Свои Ножи На Канате Я помню Раньше Я сейчас Не буду Врать И как-то Цитировать Его Напомню Смотрел Видео Где он Объяснял Что У него Была Там Целая Теория Что Для того Чтобы Правильно Сделать Выводы О поведении Стали На канате Нужно Все Ножи Перетачивать Под определенный угол Пятый Десятый Туда Сюда А потом Через какое-то время Появился ролик Где он Сам себя Проверг И новую Выдвинул Идею Но суть Суть в том Что Он Точит Ножи Действительно Он их делает Из любых Острых Или полуострых Или совсем Тупых Он их делает Перфектно Острыми Кстати говоря Лучок Залетел Просто суперски Все идет Все идет По плану Все идет Отлично И Вот Этими Перфектно Острыми ножами Он Пилит Канат Дальше То есть В этом плане Его запросто Можно назвать Экспертом С точки зрения Когда Мы берем Нож И говорим О его Эргономике О его Эргономичности Скажем так Что удобно Неудобно Ухватисто Неухватисто Вот здесь Экспертов Вообще Не может быть Никаких То есть Если мне Ребята пишут Мое мнение Совпадает С твоим Ну это просто Так совпало Значит Это именно Совпадение Мнений Почему Потому что Руки у всех Разные Задачи У всех Разные И само По себе Видение Предметов У всех Разное Поэтому Когда я говорю Ох посмотрите Какая ухватистая Безопасная Рукавелька Для кого-то Она может быть Ухватистой Для кого-то Она может быть Безопасной А кто-то Думает Совершенно иначе То есть Здесь Говоря Вернемся Если там Сотен Движений По каким-то Абразивам То Мне По большому счету Блин Как я херово Порезал Этот кусок Отвлекся Если бы Сейчас Стояла рядом Жена Я бы ей сказал Ты виноват Что я так плохо Порезал Почему Потому что Во-первых Потому что Всегда Хорошо Когда кто-то Виноват А не ты А во-вторых Потому что Я бы сказал Вот отвлекла Взяла Сейчас просто Задумался Действительно Совершенно Такой Неподготовленный Вышел к микрофону Поэтому Порел Какими-то Блин Кубиками А не Соломочкой Ну Ничего страшного Съедят Так вот И Здесь Следующий момент То есть Я уверен Что Подавляющее Подавляющее Большинство Ножевых Обзорщиков Ножевых Блогеров То же самое Ни ухом Ни рылом То есть Они где-то Читают О каких-то Свойствах Стали Они где-то Скажем так Видят Какие-то Вот Ну Там Там-сям Понахватались И так далее И так далее Но при этом Не запариваются Потом делать Какие-то Именно Суждения Именно Какие-то Выводы Которые Ну Которые Зритель С удовольствием Все это Зритель Грубо говоря Простите за грубое слово Хавает потом Вообще Для чего нужны Такие Эксперты Ведь у меня мысль прыгает Но я думаю Что вы за ней успеваете На самом деле Не для того Чтобы постичь истину Неа Вся эта Кутерьма И к сожалению Это касается Не только ножей Всей нашей жизни Она в принципе Рассчитана На общество Потребления Человеку Хочется нож Человек Любит ножи Он эстетически В первую очередь Ему нравятся ножи Ножи Придают кому-то Вот кому-то нравится Просто вот Именно Сам по себе Момент Хорошего Качественного Флипа Кому-то нравится Резать Ему хочется Чтобы все это Разлеталось Но опять же Не километры канатов А просто взял Там элементарно Даже там На бумажке Карандашик Заточить И так далее И все само собой Режется Само собой Точится Кто-то Ведь Ну давайте Вот так вот По чесноку Кто-то Если вот Говорит именно О нажимании Кто-то Гораздо Дольше Выбирает Нож для похода Чем собственно говоря Проводит Время В самом походе Почему Потому что Я знаю Лично людей Которые действительно Подолгу Живут в лесу И вообще Пофигу На все эти заморочки То есть Мы сами себе Создаем Проблему Которую мы Сами должны Решить И потом Из всего Из этого Еще и Если не сложно Сделать культ Для чего Для того Чтобы Ну просто Скучно не было Чтобы свои Какие-то Вот эти Вот именно Ножиманские Заглюки Оправдать Как-то Ну понимаете Это в чистом виде На мой взгляд Вот нажимание Это Чем оно Отличается Там От Нумизматики От Собирания Кукол Барби Там Или еще Что-то От моделирования Там Да ничем Вообще Это просто Хобби Просто Вот мы Делаем Если кто-то Делает культ Из спичечных Этикеток Мы делаем Культ Из ножей И вот Самое главное Что мы хотим Как нажиманы Сейчас я разговариваю Именно с позиции Нажиманы Не с позиции Обзорщика Самое главное Что такое Нож для нажиманы Инструмент Чтобы порезать Да не смешите Меня Как я уже сказал Полтора реза В сутки Вот наша норма Инструмент Чтобы порезать Нет конечно же Больше Но почему Ну нож Ты на кармане И между прочим Я за него Полторы сотни Бакинских Отдал Поэтому Как-то так Не прикольно Если я буду делать Действительно Столько резов Сколько мне нужно С учетом того Что упаковки Сами вскрываются С учетом того Что колбаса Хлеб уже Заранее порезанный Продаются И так далее И так далее И вроде бы Как В обычной Повседневной жизни И мне не нужно Столько паракорда Нарезать И прочее И прочее Но нужно же Как-то Оправдать Нахождение Этого Не дешевого Очень красивого Прекрасного Замечательного Предмета На своем кармане И я начинаю Просто всех Задалбывать Тем что Посмотрите У меня нож Не то что там Посмотрите А все знают Все пришли в контору Надо что-нибудь Порезать Отрезать Вот Оказывается У Васи Или у Артура Есть нож Артур у нас Всегда с ножом Сходи Пускай он тебе Отрежет Окей Хорошо То есть Практическая Польза Практический Выхлоп От вот этих Вот Там я не знаю Сотни Двух Трех Потраченных Долларов Да не смешите Меня На самом деле Рядом Вот мне Мне понравился У меня один коллега Он мне говорил Слушай Ты что Причем Самое смешное Что Я ему там Он что-то Спросил Сколько стоит Вот такой вот Ножик Я говорю Ну Этот ножик Недорогой Он стоит там 50 евро Ты что Дурачок что ли Ножик должен стоить 15 евро Да ты за кого Меня принимаешь И он На самом деле Он очень долго Не понимал Я говорю Так нет Есть ножи еще И по 500 евро И Я говорю Вот Я тебе даже могу Показать Реально нож За 500 евро Он говорит Нет Вы все сумасшедшие На самом деле Так не бывает Потому что Нож же просто Для того чтобы резать Если нож тупится Я его шворкаю По камню И он снова Режет Второй пример Это Вот мой Товарищ из Норвегии Андерш Который просто Вот действительно Он мне Показывал Бруслета Хантер По-моему Он говорит Нож Ножу больше 50 лет То есть это В принципе Нож уже заслужил Чтобы его Аккуратно смазать На полку Потому что Я так понял Что это нож Еще Отца Владельца Нынешнего А с учетом Того что Нынешнему владельцу Там Он такой уже Возрастной Дядька То есть это Действительно Уже в каком-то Смысле Нож заслуживает Быть Некой Семейной Реликвией И что Да ничего подобного Резали брезентом Для каких-то Его грядок Он просто Вот режет Прям Сука Без всякой любви Вот этот Брезент Этим ножом У меня Сердце Кровью Обливается И потом Он просто Взял Какой-то Булдыган И по нему Вот так вот Действительно Так пошоркал В одну сторону Пошелка В другую сторону Вот так вот Ногтем проверил И дальше Пошел резать То есть Я понимаю Что это Полный пиндец А как же Все наши Вот Тут Все Все твои Замки Воздушные Они рухнули В одночасье Вот Поэтому Если мы Воспринимаем Все Все у нас Любят шутить Нажимание Это диагноз Нажимание Это болезнь Ха-ха-ха Ха-ха-ха А по факту Ну это не то Чтобы болезнь Это увлечение И То что мы Действительно Делаем Вот эти Вот Культ Из Ножей Как Некоторые делают Культ Из машин Из еды Из чего угодно Это как говорится Наши внутренние Тараканы Это неплохо Лишь бы в носу Не ковырялись То есть по большому счету Лишь бы не было войны Поэтому Я ничего плохого В этом не вижу Я вам совершенно Откровенно говорю Ну Тем более Сам по себе Нож Как предмет увлечения Это предмет Очень благородный Уходящий В глубину Веков Он нас Так или иначе Относит К Неким Именно Древним Временам Когда с помощью Ножа Человек Добывал Себе Пищу Когда с помощью Ножа Человек Защищался Так или иначе Ну я уже как-то Говорят Что на самом деле Ножевая тема Она сама по себе Очень чистая Благородная Меня все время удивляет Почему так много Говна в этой тематике Вертится Так вот И для чего Собственно говоря Нужны Такие как я Блогеры Обзорщики Эксперты Ё-моё Для того Чтобы А Сейчас секунду Про Киасова забыл договорить Так вот На самом деле Он делает Очень важную вещь Вот этими Канатными тестами И причем Его тесты Канатные Они настолько На мой взгляд Отличаются В лучшую сторону От того Чем занимается Тот же самый Товарищ Из Сургута Который пилит валенки Вскрывает банки И ругает Все и вся Вокруг себя Почем Зря Это именно то Что вот здесь есть Методика Здесь есть Нормальная Хладнокровная Отношение Самое главное Лично для меня Это отсутствие грязи Отсутствие хайпа Отсутствие желания Там обосрать что-то То есть Действительно Сухие цифры И прочее И прочее И что вот эти тесты Они показывают Ну действительно Они раскрывают Свойства стали Как это нам помогает В повседневной жизни Вот в том Чтобы Ну именно действительно Тебя качнуло Или не качнуло В сторону того или иного Ножа Никак вообще Вообще никак Почему Потому что Если нож Сделал Я не буду говорить Условно Тысячу резов По канату Ну там Я не знаю Или там Пятьсот Сколько для вас Хорошо Столько и подумайте То есть вот Ну Суперсталь Заточенная Определенным образом Под канат Она режет 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 Что это означает Это означает Только одно Что эта сталь Заточенная Определенным образом Сделает только Торез под канатом Все Больше это ничего Не означает Означает ли это Что это нож хороший И опять же Сталь Которая сделает Мульон резов По канату Как она себя поведет В реальных условиях При буквально Каком-то Малейшем соприкосновении С обычной песчинкой С каким-то Вот действительно Ну С какими-то Нагрузками И прочее Прочее Но об этом Чуть позже Так вот Для чего Нужны Блогеры Обзорщики И прочее Конечно Вы сейчас скажете Они Нужны Производителям Для того Чтобы производители Рекламировали Свои ножи И Чем Скажем Красочнее Ролик Чем Более Сладкоголосый Обзорщик Тем Нож Потому что Для них Это реклама В любом случае То есть Худо-бедно Они там Посмотрели Какие-то ролики Там что-то Их впечатлило Не впечатлило Вот они прислали Цель у них Только одна Чтобы вот этот вот Нож выживет Он не выживет На тестах Это вопрос второй Но чтобы он Отбился Потом Какими-то покупками В будущее И Не угадали На самом деле Мне Довелось Общаться С одним Замечательным Человеком Его зовут Руслан Он занимается Ножами И он Мне очень Правильную Вещь сказал На самом деле Мне очень Понравилось То что он сказал Он говорит Ножеманская публика Это такие Определенные люди Ножеман Никогда Не выбирает Нож как нож Он выбирает Нож как образ Я понял На меня прям так Ооо В этот момент Почему? Потому что Реально На самом деле Ты Ну Если бы все Если бы все сводилось Просто к порезать И поточить Все бы закончилось На мод Ну или На ножах Типа Там То есть Ну Ножей было бы Никак не больше Чем Там не знаю Плоскогубцев Например То есть Какие-то модели Вариации были бы Но плюс-минус Было бы одно и то же А здесь Посмотрите Просто десятки Сотни дизайнеров Кормятся с этой темой Каждый год Вот сейчас Шот-шоу идет Новинки Там просто Шквал новинок Не просто там Одну-две Уважающие себя Конторы Целыми стендами Выставляют новинки Почему? Потому что Им нужно в этом сезоне Как можно быстрее И больше Продать этих ножей Потому что На следующий год 2021 У них уже будут Следующие новинки То есть Кто-то сидит там На классике Кто-то сделал себе Именно-именно Классики Там типа Бак 110 И крыса Но крыса Опять же Знаете Ну как бы На месте Ничто не стоит Если крыса Была там Сверх популярная Буквально Хотя бы даже Ну 5-6 лет назад Это был бюджетный Но очень топовый Нож Сейчас как-то Я вот этой вот Ну Приверженности Не замечаю Потому что Все развивается Ну во-первых Потому что Уже на самом деле Избалованные все стали За это время Столько всего Накидали Производители Вот И как бы Человек сидит Открывает Компьютер Сайт Амара Или какой-нибудь Магазин Или еще что-то Ниван И он Создает Себе Образ Он создает Себе Некий Предмет В пространстве Который Вот он начинает Вожделеть Появляется Так называемая Хотелка Почему Ведь у тебя Там я не знаю Ну там 20 ножей Например есть Ну хорошо 5-то у тебя Точно есть Я уверен Что у Наверное У 100% Людей Не считая Кухонников Кухонников Не считая Я уверен Что наверное У 100% Людей Которые Сейчас Смотрят Это видео Есть Как минимум 2 фолдера И 3 фиксида И вопрос А нахрена Вам больше Нужно Для жизни Не нужно Это точно Но покупаем Покупаем Смотрим Даже если Знаете Мне нравится Да мне это Нафиг Не нужно Я не покупаю У меня есть 3 фиксида 3 фолдера И так далее Не надо Если бы у тебя Сейчас Тебя интересует Эта тематика Если бы тебе Сейчас на халяву Свалилось бы денег И тебе бы сказали Потрать их на нож Потратил бы На шоу бы Что купить Точно бы не сказал Ой пацаны Нет У меня знаете У меня на самом деле Так В последнее время С бурыми помидорами Происходит какая-то Хрень Но вот сейчас Она не происходит То есть И Здесь Самый такой Именно момент Вы думаете Вот для чего Блогер нужен Для того Чтобы Скажем Действительно Дать какую-то Экспертную оценку Нет Люди смотрят Люди смотрят Я же Я же вспоминаю Как я выбирал Милю Я вспоминаю Я наверное Нет В ютюбе Ни одного Видео Про Оригинальную Или поддельную Спайдерка Милитари Которую я бы не посмотрел Когда я выбирал Милю Все посмотрел То есть Того же самого Вини Нула Киасова И кстати говоря Говоря о блогерах Мне нравятся блогеры Которые именно Просто ради фана А занимаются этим То есть Как сказать Ну вот Я тоже занимаюсь Ради фана Это мое хобби Но все равно Я не буду скрывать Есть какое-то тщеславие Мне хочется Какого-то развития Мне хочется Выставок Мне хочется Больше И так далее И так далее Я как-то вот Разговаривал Тут был разговор Именно о Ютуб каналах Давно не смотрел Надо будет Как-нибудь пересмотреть Потому что Был такой персонаж Его между собой Называли Зрители Мужик в халате Если мне изменят То ли Андрей То ли Алексей И по-моему Фамилия у него Мунчанко По-моему Как-то так В общем Он Большинство Его роликов Он сидел На подоконнике У него камера Стояла на подоконнике Он так Скривившись Скособочившись Сидел около подоконника И что-то вещал Мне очень нравились Его видосы Надо обязательно Пересмотреть Найти Потому что Ну Ножи там Не сказать Что прям супер Какие-то были Но мне нравится Очень подходит Мне нравится Что у него Всегда в кадре Был стакан Или он Прихлебывал Пивасик Или он там На коньячке Он один раз 110-й бак Китайский Тестировал Именно Под коньяком И было видно Как он к концу видео Уже так разошелся Разгорелся И вот он Как так Вот если вдуматься Это Я представлю Реакцию его жены Я представлю Реакцию моей жены Если она Зайдет Вот в комнату И я сидя там На паркете Просто сидя На паркете В халате В своем знаменитом Буду Строгать Деревяшку Все это Нахрен Разлетается По всей комнате А я такой говорю Посмотрите Классно строгает Удобно На самом деле Там туда-сюда Блин Я вот сейчас вспомнил У меня прям настроение Поднялось Потому что Ну Кому не лень Посмотрите Он сам по себе Персонаж Просто офигенный Просто офигенный Я вот сейчас Вспомнил У меня прям настроение Реально И у него еще Такой Кошка была По-моему Которая Постоянно влезала Там в кадр Тоже Ну в общем Просто замечательно Так вот И Зритель В большинстве В подавляющем Большинстве Он просто смотрит Все вот эти вот Каналы Все эти видео Не все Не все Но многие из вас Ребята Смотрят С одним вот этим Желанием Ну уговори меня Купить этот нож Ну Объясни мне Что он Удобный Безопасный Ну скажи мне Что это Суперсталь А за такие деньги Это вообще Бесплатно Зритель хочет Это услышать Если он Не услышит Это у меня Он переключится Он обязательно найдет Почему Ну потому что Чешется Хочет Вот опять же У Вининула Есть шикарнейшее Шикарнейшее видео Посоветуем мне нож Просто шикарнейший Вот Где он объясняет Что человек Хочет нож А А при этом Говорит Слушай Помоги выбрать Между А, Б и С И Вининула Ему говорит С Почему Ну потому что Вот так То-то и то-то А человек Хочет А И он начинает Его немножко Так вот Уговаривать Как-то там Направлять И так далее И так далее В этом плане Если меня спрашивают Советы Я всегда даю советы Но я как сказать Я говорю Вот лично По моему мнению Вот это вот Это круто Это удобно То есть на самом деле Здесь Именно В первую очередь Даже Не производителю Зрителю Нужны Обзорщики Нужны блогеры А самое главное Понимаете Это же Кризис Нажиман Настоящий Он глубоко Несчастен Если ему Нечего Хотеть Если вот На данный момент У меня Все есть И Мне хочется Чего-то Хотеть Это очень важно Почему Ну я же Нажиман Я должен К чему-то Стремиться Я должен Стремиться К покупке Чего бы то Ни было И поэтому Блин Сейчас У меня просто Такой запах Пошел От огурчиков На хорошем Таком маринаде Сделано У меня реально Прям Сейчас я Просто Доску Залью слюной Так что Извините За то что У меня Речь становится Немножко Невнятной Это я так Потихонечку Здесь пытаюсь Бороться Со своими Инстинктами О чем я говорил А Ну вот И самое Стремное Одно дело Когда например Так у меня Есть желание Я хочу Бенч Адамос Шикарнейшую На самом деле Просто Потрясающий Я Бенч Адамос Очень сильно Полюбил После Теста Винни Нола Хардьюза Потом Когда я Его Крутил В руках И Делал обзор У меня есть обзор Но нет тестов На Бенч Адамос По большому счету После Винни Нола Теста Адамосом Нужно просто Разрезать Курицу Сказать Вот вам Кухонный тест Значит Теперь полностью Все у нас Все позиции Закрыты Потому что Александр Там издевался Над ножом Просто Ну дико Просто издевался Над ним Вот И нож Кстати сказать Все выдержал То есть Насколько Адамос Кстати говоря Складной Просто прекрасный Шикарнейший Нож Настолько Фиксит Просто какое-то Убожество Просто какой-то Пипец Вот И Еще один момент Почему мне нравится Адамос Потому что У меня есть Очень хороший Знакомый Замечательный Человек Он литовец Он работает В ножевом Вооружейном Магазине И У него У самого Вот Адамос Все У него больше Нет ножей Складных Ему полностью Вот хватает Я доверяю Его мнению Именно потому что Он в теме Так вот Хочется мне Адамос Но у меня На него нет денег Что я делаю Правильно Я Смотрю Видосы Я смотрю Их Смотрю Смотрю Если это настоящая Хотелка Я буду их смотреть Годы Пока я не куплю Этот нож Или Я начну смотреть С той точки зрения Что наоборот Убедите меня Его не покупать Настоящая причина У меня нет денег Мне очень хочется Этот нож Но у меня нет денег На него Поэтому убедите меня Его не покупать Дорогие блогеры Расскажите мне О нем Что-нибудь там Плохое И так далее Есть кстати говоря Вот категория людей Которые в принципе Просто вот Это знаете как В древнем Риме В цирке Нужно просто увидеть Убийство Гладиатра Нужно просто увидеть Смерть Ножа И Для этого конечно Раньше существовал Канал Ваухи Потому что Вауха Действительно У него Убийственные тесты Были Он просто нож Ломал до тех пор Пока нож не сломается И это была Собственно говоря Именно методика Рисует Цель теста Кому-то просто Хочется Негатива И они смотрят Или на Негативные Какие-то моменты Негативных каналов Очень мало Почему? Потому что Ну Ножи Это прекрасная Сама по себе На самом деле Тема И прекрасные предметы Здесь постоянно Срать На ножи На производителей Это Ну ладно Каждому Каждому каналу Свой зритель Как говорится Так вот И самое стрёмное Когда Хотелки Нет Почему? Потому что Вот Сильно так Чтобы действительно Раскошелиться Ничего не хочется Пока что Плюс Но у меня же Есть ножи Их немало И далеко не каждый Ну то есть Многие из нас На самом деле В состоянии себя контролировать Не как там Казино или наркотики Что мне нужно Мне обязательно нужно Каждый месяц Покупать новые ножи Таких много Но Я сам такой До того Как стал Обзорщиком То есть Если Я же очень хорошо помню То о чём я сейчас говорю Я в теме Почему? Потому что Буквально совсем недавно Несколько лет назад Я был просто ножеман Который Который Постоянно Смотрел Ножевой Ютуб Во-первых Для того Чтобы Посмотреть Что-то О своей Хотелке О той же Самой Миле О том же Самом Реконе И так далее А во-вторых Для того Чтобы А вдруг Поется Какая-то Новая Хотелка Вдруг Мне Кто-то Раскроет Глаза На такой Нож Которого Я ещё Нигде Не видел Так Произошло Скантега И в этом Плане Очень хорошо Когда есть Действительно Возможность Или у знакомых Или в каком-то Магазине Нож Помацать Почему? Потому что Как раз таки В контега Я влюбился После обзора Руслана Киясова И Я прям Этим ножом Заболел И прочее И прочее Ровно до того Момента Как я этот нож Не взял В руки А в руки Я его взял Уже будучи Обзорщиком И Вот Под мою Немаленькую Ладонь Тяжело Себе Представить Более Неудобный Фолдер Потому что Там действительно Очень такая Чёткая Конкретно Вырезанная Рукоять И она мне Просто оказалась Мало То есть В этом плане Я Как бы Рад Что Не заказал Там на ebay В своё время Этот нож Не потратил Там Сколько он 200 баксов Стоит Потому что Потом я бы Конечно Говорил Вот Классный Сталька Там Я не помню Как там сталь Стоит Ну то есть Вот Прямо Полностью Отвечает Всем запросам А по факту На самом деле Я бы понимал Что это не очень Удобно То есть В этом плане Та же Та же Самая Старушка Миля Но я на неё Нарадоваться Не могу Мне на самом деле Этот нож Нравится Искренне И очень То есть Ну вот Как-то так Понимаете И Нет экспертов В принципе Есть Люди Которые Больше разбираются Очень жалко Что Удалился Отдел Винину Почему Потому что На самом деле Вот Я действительно Хотя с другой стороны Я сейчас понимаю А что такого По большому счёту Он просто тоже Грамотно Подавал Материал Но Вот Знаете Ребят Вообще Слово Эксперт Слово Специалист Оно Бледнеет После того Как пообщаешься С таким Человеком Например Как Алан Георгиевич Балякоев Вот Я когда С Аланом Балякоем Пообщался Я понял Что такое По-настоящему Специалист Когда Ты Разговариваешь И долго Разговариваешь Есть возможность Посидеть Попить кофейку За жизнь Потрындеть С такими людьми Например Как Андрюс Трициус Или как Тот же самый Антон Борисович Наш Я сейчас говорю В ножевой Именно Сфере Ты понимаешь Насколько Микроскопичны Твои знания О ножевой Тематике Когда ты С этими людьми Почему Потому что Никто Лучше нож Не знает Чем тот Кто его Хорошо делает То есть Когда на тех же Самых Сов Например Рязанских Ведрами Лилось говно Мне откровенно Было за них Обидно Почему Потому что Я понимал Что люди В теме Ну У меня На тестах Было Три ножа Кстати Надо Барн Вывести На улицу Срочно Прям Захотелось На тестах Было Три ножа Отцов И я вижу Как они сделаны Я вижу Как они режут Я вижу Как люди Действительно Насколько Они В теме Когда я Разговаривал С Ильей Изолами Катлери Ну Именно В неофициальной Обстановке Не просто Там Что он Мне показывает И вот Нет А мы Общались Мы сидели И он Именно Рассказывал Какие-то Нюансы Какие-то Моменты Которые Со своей С точки зрения С точки зрения Проектировщика С точки зрения Именно Производителя Ты понимаешь Что ты потом Берешь Вот готовый продукт И ты Ни хрена О нем Не знаешь То есть ты можешь Сказать Да Вот Номинает Не Номинает Режет Высокие спуски Прямые Классно Порезал Заводская Заточка Там Бла-бла-бла Туда-сюда Пятое Десятое И это Настолько Поверхностно Но мы Живем В такое Время Когда Большинству Людей Этого Хватает Когда Люди Живут Тем Что Ни хрена Там Нигде Не отучившись Ничего Из себя Не представляя Абсолютно Ну Просто Тупорылые Как доска Просто Ну Невероятно Но при этом Есть такая Вещь Например Как Дом-2 Просто Исчадие И Они едут Вот В доме-2 Себя показывают Там Год-два-три Просто Ни хера Там Не делают Но это Многим Людям Интересно И потом Они После этого Попадают Куда-то В инстаграм И они Опять же Ни хрена Не делают То есть Они могут Сделать себе Женщины Сиськи Губы Еще что-то Хорошо Если Тренироваться Показывать Какие-то Тренировки И так далее А так Нет Просто Праздная Жизнь Долбобоев И С этого Иметь Такие Деньги Что они После этого Свысока Смотрят На Действительно Специалистов То есть Людей Не важно Не важно Людям Насколько Ты действительно Являешься Специалистом В какой В той или иной Области Поверьте Я могу сказать Ну В каких-то В каких-то Своих Жизненных Моментах В каких-то Своих Профессиональных Моментах Я могу Гордо сказать Что я являюсь Специалистом Не в ножевой Тематике Нет В других Моментах Вот То есть Это действительно Вот я могу Сам за себя Сказать Что я В теме Я понимаю Вот И Здесь Все вот это Вот То что здесь Происходит На этой кухне Вот эта вся Связь между нами Это Основанная На одинаковых Вглядах На жизнь На взаимном Уважении Зрителя ко мне Меня к зрителю На каком-то Общении Здесь В комментариях Или в контакте Это такой Хороший Фан Это действительно Отдых Для души И Как становятся Нумизматами Как становятся Коллекционерами Гупи Как становятся Нажиманами Когда Человеку нужна Просто какая-то Отдушина Какое-то вот Чтобы вынырнуть Из вот этой вот Реальности К сожалению Не самая лучшая Реальность В которой мы живем И Погрузиться В какой-то Вот свой Кто-то World of Tanks Зависает Кто-то Начинает Ударяется В политику Но именно Факультативно Ударяется В политику То есть Ему нужно Чтобы ему Объяснили С экрана Телезрительного С экрана Вот Ютюба Что на самом деле В том Что у тебя Что у тебя Херово Виноваты Ну Почему в Германии Не стала Маргарина Виноваты Евреи И сейчас Очень много Таких Экспертов Политологов Которые Объясняют Человеку Почему ты Херово Живешь Потому что Те виноваты Или эти Виноваты Потому что Вот эти Вот плохо делают Или вот эти Плохо делают А кто Этот человек Который Все это Вещает Все Его Достоинство Заключается Только в том Что у него Язык Подвешен Все На этом Все Заканчивается То есть По большому счету Почему канал Архадыр Популярный Потому что Архадыр Может связать Два слова Не потому что Архадыр Разбирается В ножах Нет Да Мне нравится Я Всей душой Люблю ножи Я действительно Отдыхаю С ними Для меня Это отдушина Для меня Это релаксант Огромный Сильный Сильнейший Релаксант Когда я Здесь на кухне С вами болтаю Или когда я Там Где-то На улице Там что-то нарезаю Там и прочее И прочее И прочее То есть Это действительно Оно Вот это вот Оно есть Безусловно И никуда не денется Но При этом О чем я говорил Про экспертов Что Сейчас Как-то Вот в совершенном Ножи Это Ножи Это Просто Наше увлечение А вот Если Брать Глобально По жизни Сейчас К сожалению Людям Нужна Именно Пена То есть Вот Мы живем В такое Время Когда Просто Интересуют Людей Именно Вот это Вот Разгоняемая Спирально Завихряющаяся По воздуху В интернете Информация О чем бы то ни было Я сейчас Я сейчас Почему Никто Никто И ни о чем И Никак Ну И после Этого Она Ну там Насколько я понимаю Не образование Ни хрена Вообще За душой Но при этом Она своими булками Потрясла Сколько то там Пару лет Перед Телекамерой Сделала там Себе сиськи Губы И пятое Десятое И сейчас Насколько я понимаю Опять же Я не в теме Но вот Насколько я Краин Так коснулся Она в инстаграме Там чуть ли не Эксперт По всем Абсолютно Социальным И политическим Вопросам То есть Она дает Оценку Свою Всему У нее куча Фолловеров И она действительно Искренне Полагает Что ее мнение Оно вот Действительно На чем-то Основывается Кроме просто Самомнения И вот эта вот Бобенка Ну мне очень понравилась Реакция Хлобыстина На самом деле Мне понравилась Она заявила Что Не надо Плодить Нищету Не надо Там Бедным Семьям Рожать детей И прочее И прочее Хочется сказать Ты сама Вспомни Кто ты Ну по большому счету Я не хочу Говорить о ней Как о Хлобыстин Который ее назвал Просто там Ну Конкретно совершенно И я с ним абсолютно согласен Потому что в данном случае Это в чистом виде Торговля тела Ну Просто на показ И все Не важно То есть Если бы Нынешние условия Если бы Просто-напросто Не было бы Востребованности Со стороны Общества В том Чтобы ты поехала И на камеру Показывала свою жопу И выворачивала Всю грязь Своих отношений С другими там Людьми С мужчинами С молодыми людьми Ты бы В точности Также сейчас Была бы Тем самым Вот этим вот Нищебродским Быдлом Которому ты сейчас С высоты Своего какого-то Говнопьедестала Ну Не рекомендуешь Рожать детей Нифига себе Я пришел Вот это меня Сегодня Спиральнуло Конкретно Началось все С экспертов По ножам И Вот так вот И все И дошло Поэтому Ребят На самом деле Нож Классный А жить Надо своим Умом И Не верить Всему Что говорят И не важно Кто говорит И как Просто надо Всегда Поэтому Опять же Сколько раз Я говорил Хотите купить Например Нож Посмотрите Все что Можно о нем Англоязычное Ругательное Хвалебное Рекламное Нерекламное И в конце Концов Опять же Если это Хотелка В конце Концов Вы просто Убедите Нет Ну Классный Мне обязательно Нужно его Купить Супер Потом Через два Месяца В барахолке Продаю Ни разу Не резал Вот Примерно Так все И идет Прошу прощения Если кого-то Вдруг обидел Если Как-то Невежливо На самом деле Я свою аудиторию Очень Очень ценю И очень Уважаю Потому что Я понимаю Что в основном Большинстве Какие это люди И я это Действительно Меня это Очень сильно Подпитывает Потому что Я понимаю Что это Ну вот Действительно Поехать бы нам Куда-нибудь Всем На Алтай И забухать бы На недельку Всей-всей толпой Там Я не знаю Там Ну вот Сделать Ну это понятно Что это невозможно Но Ты понимаешь Вот все Вот эти вот Токи Они идут И это здорово А ножи Это Ну Ножи Они есть Были И будут есть Кстати Ну ладно Потом скажу Вот Вылетела у меня мысль Я говорил Когда там Про ножи И так далее Мне очень нравится Позиция Аламиков Тех же самых Вот когда Я сейчас Вспоминал Про Илью Потому что На самом деле Аламики Они говорят Мы делаем Мужские Аксессуары И вот С этой позиции Они Создают Свои Недешевые Ножи И Ну Я очень уважаю Эту позицию И я каждый раз Когда я беру Их ножи в руке Я понимаю Ну Заканчиваем Мы в любом случае Треком Трек хорош Здесь Нечему было Ломаться Заводская заточка Хорошая Все остальное Само по себе Порезал Как Говорит Замечательный Наш Товарищ Александр Соловьев Режет Геометрия А не Понты Спасибо за просмотр Всего доброго Увидимся Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.